Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я Влад Чижов. И да, у меня обостренное чувство справедливости. Чужими жизнями решил поиграть, да? В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Проблемы у вас... Нормально все, четко. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Бабки верни! Вы буквально жизнь спасли. Я тебе не бандит никакой, я свои обещания сдерживаю. Я знаю, как вычислить и обойти тех, для кого киняк это бизнес. Умоляю, не дайте шанс, спасли. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Вы наш спаситель. Есть проблемы? Будем решать. Сегодня в программе. Да, выглядит она, конечно, старинно. И почем же он тебе предложил окумонет? За мои 100 тысяч, которые я закопила. Они в сувенирных лапках 2 тысячи стоят. Ни уборщиков, ни лепиков я еще не увидел. Они здесь есть. Быстро съел. Это вам не магазин. Тут нет чеков. Видюха стоила 25 тысяч. Всем привет, зайки. Я наконец продаю свою видеокарту. Она, кажется, вообще сгорела. Я, конечно, понимаю, Леша лопух, но это не повод его обманывать. Скажи мне, пожалуйста, зачем ты это сделала и где деньги? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте его историю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, 44-я, ну, видимо, вот она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей? Здравствуйте, Волкова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здравствуй, здравствуй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ну не смущайся, камер, провожай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где поговорим? На кофе? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, на кофе, на чай времени нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай рассказываю про свои беды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играли мы с друзьями в КС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это компьютерная игра такая? Да, компьютерная игра. У нас есть даже своя команда. Вот. Мне нужно было обновить видеокарту. Угу. На новые видеокарты цены вообще заламывают. Ну, это... В итоге решил купить Гоу в социальной сети. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашел такое объявление. Девчонка выкладывала такая симпатичная. По-видимому, стримерша. Мэджик у нее ник. Ага. Вот. Видюха стоила 25 тысяч. Нехорошая такая. Я думаю, ну нормально, все возьму. Угу. В итоге, созвонился я с ней. Говорю... А ты мне скажи, ты, то есть, номер ее знаешь? Или ты как с ней созвонился? Мы созвонили с ней... А, то есть, по мессенджеру ты ее номер не знаешь? Да. Вообще не знаю. Так. Она мне рассказывает такую историю. То, что вот, продаю видюху из-за того, что подарили новую. И это просто нигде ей не нужна. И она мне еще предложила скинуть видеообзор на эту видеокарту, которую она сама вообще засняла. Так. Вот я отправился, конечно же, смотреть этот видеообзор. Думаю, хорошая карта, серийный номер, все присутствует. Ты, короче, согласился? Ну да, конечно. Торговаться не стал даже. Девчонка симпатичная, видеокарта хорошая. Решил плавниками поиграть перед ней, да? Угу. Ну и что, как твоя сделка прошла? В итоге, говорю, все, меня заинтересовал ваш товар полностью, я его приобретаю. Так вот, приезжает курьер, привозит мне видеокарту. По серийному номеру та же карта, что и на видеообзоре. Угу. Ну и все, я забираю, перевожу ей деньги, иду вставлять в компьютер. И в итоге он оказался нерабочий, она, оказывается, вообще сгорела. Понятно, проучили тебя маленько. Но ты что-то предпринял в тот момент, когда понял, что у тебя надули? Конечно. А оказывается, она вообще удалила социальные сети, и все, до нее вообще никак не дозвониться, ее нигде нет. Ну ладно, не расстраивайся, я постараюсь тебе помочь. У тебя вот этот видеообзор с картой сохранился? Да, сохранился. Перекинь на мой мессенджер. Да, сейчас, секунду. Ага, груз еще долго, а все есть. Так, ну давай посмотрим, что это за стримерша. Всем привет, зайки. У меня офигенная новость. Я, наконец, продаю свою видеокарту. Вы меня много раз спрашивали, какой она модель и так далее. Я готова, наконец, вам рассказать и показать. Вот она. Я ее покупала за 50 тысяч, вам одной за 25. Просто посмотрите, карте два года, она работает как новая. Посмотрите на этот огонь. Вы видели когда-нибудь такой огонь? По-моему, в жизни он менее реалистичный. Она идеально подходит для любых игр. Вы видите, я сейчас веду стрим, и она все равно идеально работает. Вот, серийный номер. Можете спокойно заходить на официальный сайт и пробивать, чтобы удостовериться в том, что это оригинал. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте. Я всегда на них отвечу. Вы знаете, я всегда сделаю все для моих любимых подписчиков. Да, действительно, девица симпатичная. Мэджик она записана. Понятно. Сейчас отправлю одному специалисту, что он скажет по поводу этого видео. Давай так, наберись терпения, если у меня будут новости, я с тобой свяжусь. Хорошо? Хорошо. Все, провожай нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей парень очень простой, и обмануть его большого ума не надо. Весь этот трюк строится на очень нехитрой манипуляции. Вначале снимается видео о том, как видеокарта отлично работает. А дальше, через небольшую склеечку, видеокарта достается, но только совсем другая. Именно ее серийные номера демонстрируются фраеру ушастому. Ну а дальше, когда приезжает курьер, клиент сверяет себе серийный номер, вроде все в порядке. А по факту обман. И кстати, между прочим, вся вот эта история с переодеваниями, с париками, это не просто так. Это чтобы не узнали, потому что современные технологии позволяют по человеческому лицу, по видео найти социальные сети. Даже паспортные данные можно узнать. Так что девица это вела себя очень осторожно. Даже по телефону не звонила. Только по мессенджеру. И Феликс что-то молчит. Ну ладно, чуть позже ему позвоню. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мировой дефицит породил целый рынок по продаже бэушных гаджетов. Мне нужно было обновить видеокарту. Девчонка выкладывала такая симпатичная. Майджик у нее ник. Видюха стоила 25 тысяч. У меня офигенная новость. Я наконец продаю свою видеокарту. Вот серийный номер. Она, оказывается, вообще сгорела. Сейчас отправлю одному специалисту, что он скажет по поводу этого видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, привет, Влад. Здорово, Феликс. Ну скажи мне, чем порадуешь? Слушай, Влад, ну отличное видео. Девушка симпатичная. Единственное, пока опознать ее не получилось. Она в парике и в гриме. Ну она ж не дурочка. Она для этого парик и надела, чтобы ее невозможно было опознать. Но, тем не менее, зацепка есть. Посмотри, в той комнате, в которой эта мальчик сняла видео, висит бэдж участника конференции. Парни по имени Игорь Шитов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ладно, ну ты глазастый. Феликс Молочага, удалось что-то на это ушитого нарыть? Да, есть на него инфоменеджер по работе с корпоративными клиентами в компьютерной фирме. В общем, отправляют тебе все в общую папку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Адресочек? Да, все есть, имеется домашний адрес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот ты умничка. Спасибо тебе большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На связи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миха, Миха, выйди на связь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миша, там в общей папке есть адресочек некого Игоря Шитова. Езжай в адрес и устанавливай наблюдение, появляется ли в адресе девица с видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миша установил камеру напротив квартиры Игоря Шитова. И буквально в тот же вечер камера зафиксировала, как Игорь Шитов возвращается к себе домой. Чуть позже в эту квартиру пожаловала некая девушка. Без нарядов ее, конечно, узнать было сложно. Но мы ее опознали. Это та самая Мэнчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы понимаете, вряд ли он сдает ей комнату. Вполне очевидно, что это пара. Остается только выяснить. Это маленькое, хорошо организованное преступное сообщество, где Игорь Шитов откуда-то берет сгоревшие видеокарты, а эта Мэнчик очень грамотно их реализует. Или же все-таки это ее личная инициатива? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто там? Здравствуйте, это из компании медиа... Корпоративный отдел. Посылка для Игоря Шитова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, маленький негодяй. Вот скажи мне, пожалуйста, ты зачем все это делаешь? Сейчас я тебе такой тимбилдинг проведу. Вы что, бизнес решили устроить? Людей обманывать? Скажи мне, не стыдно тебе? Что за камера? Так, ты дурачком не прикидывайся. Я, конечно, понимаю, что ты свою подругу прикрываешь изо всех сил. Но я думаю, не стоит. Меня зовут Влад Чижов. Программа решала о мошенниках. Давай-ка посмотрим с тобой видео. Заодно, может, подружку свою пригласишь полюбоваться. Я знаю, что она дома. А ты ее мужественно защищаешь. Вот не стыдно вам с помощью вот этого трюка людей обманывать? Вот, видишь, показывается работа исправной видеокарты. А вот склеечка. И серийные номера указываются от сгоревшей. Я, конечно, понимаю, Леша лопух, но это не повод его обманывать. Я не понимаю, что происходит. Маш! Иди сюда. А вот это мэджик, да? Что?! Не стыдно тебе людей обманывать? Продаешь сгоревшую видеокарту, а? Маш, ну ты что, вообще что ли? Я не имею понятия, о чем вы говорите. Я тебе сейчас объясню. Твоя мордашка разрисованная. А можно не снимать? Нельзя не снимать. Скажи мне, пожалуйста, зачем ты это сделала и где деньги? Денег нет. Денег нет. А куда ты их делала? Слушай, ну куда их делать? Кидать людей это нормально, а вот куда деньги девать ты всегда знаешь, да? Да, знаю. Знаю. Я так понимаю, в заявлении, да, уже в полицию написано? Игорь, заявления пока нет, но раз я тебя нашел, значит, Алексей узнает о месте жительства и о твоем, и твоей подруге. Значит, заявление будет запросто. А можем как-то без полиции этот вопрос решить? Я могу перевести или еще что-то в этом роде? Снять, сходить. Ладно, совершай свой джентльменский поступок. Вот это телефон Алексея. Надеюсь, что он привязан к карте. Угу. Проверяй. 25 тысяч ему переведи. Так, Алексей В, да, получат? Да. Угу. Все, отправил. Ну, что могу тебе сказать? Мой тебе совет. Беседу проведи со своей подругой. Да, конечно. Доиграйтесь. Ладно, ребят, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы не оказаться в дураках при покупке бэушных вещей, запомните главное. Даже если вы заказали курьера и лично с продавцом не контактируете, вы должны знать, что сейчас курьеры разрешают проверить вещь, прежде чем вы сделаете оплату. Проверяйте все лично, что вещь исправная и добротная. Это вам не магазин. Тут нет чеков и никто не предоставляет гарантию. Вот как-то так. Смотрите далее. То есть он тебе монету, которая стоит две тысячи, продал застольник? Ну да. Да, выглядит она, конечно, старинной, но по весу. У меня сейчас дома бета. В эти сказки верить не нужно. А что случилось? Соседи что-то вы творили? Я скорее по вашу душу. А-а-а! Быстро сел. Что ты творишь? Будем поднимать фермерское хозяйство. Где у тебя одежда? Давай, шуруй! Да, там какой-то... У разных народов в разных странах жизненный опыт и мудрость накапливаются веками. И эта мудрость кристаллизуется в народных сказках и пословицах. И есть одна хорошая еврейская пословица. Если тебя мучает какая-то проблема, но эта проблема решается за деньги, то это вовсе не проблема. Это расходы. И логично думать, что с этими расходами легче всего справиться своим честным трудом. Но есть люди, которые верят в сказки. Не в народные, а в сказки мошенников. Со мной связалась Людмила. Кажется, она поверила в сказку и потеряла крупную сумму денег. Сейчас еду к ней, постараюсь помочь этой девушке. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Людмила. Здравствуйте. Здравствуй. Заходите. Спасибо вам, что приехали. Где можем поговорить? А, да, пойдемте на кухню. В комнате бабушка отдыхает. Вот сюда. Заходите. Может, чаю? Люд, нет времени на чай. Давай, присаживайся и поговорим по делу. Что у тебя случилось? Я даже не знаю, как начать. Ты не стесняйся, не переживай. Ты соберись и попробуй изложить, что произошло. В общем, у меня 10 лет назад погибли родители в аварии. И осталась у меня только бабушка. Вот она меня вырастила, в институт отправила, выучила. Она мне и как мать, и как сестра, и как подружка. Но случилась беда. Бабушка получила травму, вот, и... Ну, не плачь, не плачь. Простите. Ей сделали две операции в клинике, ей помогли, все хорошо, вот. Но ей нужна реабилитация, чтобы полностью прийти в норму. Реабилитация очень дорогая. Я нашла клинику, и там полгода около миллиона стоит. Ну, я захотела бабушке помочь. Пошла на вторую работу. Но я за два месяца смогла накопить только 100 тысяч. А нужен миллион. В общем, я начала смотреть там всякие вебинары по стартапам. Ходила на семинары, мастер-классы, вот. То есть ты думала, что ты быстро заработаешь? Ну, да, я очень хочу ей помочь. Ну, в общем, на одном из мастер-классов я познакомилась с Витей. У него похожая ситуация. Он собирает на протез для своей жены, она в аварию попала. Угу. Ну, вот. И по нему прям видно было, как он переживает, очень хочет ей помочь. Вот. Правда, женой он не знакомил. И к себе в гости тоже не приглашал. Мы с ним все как-то здесь встречались, там общались. То есть ты его приглашал к себе домой? Ну, да. Мы дружили с ним. Вот. Он рассказывал про свой заработок. Он у черных копателей покупал какие-то древности, относил знакомому антиквару. Тот их как-то обрабатывал. Их нужно как-то по-особенному там чистить. Вот. И потом этот антиквар связывал Витю с какими-то нужными коллекционерами, которые покупали вот эти вещи там в три-четыре раза за большую цену, чем платил Витя этим копателям. Угу. Вот. И тут через недели две он ко мне приходит и говорит, что у меня есть отличный вариант тебе заработать. Что он купил три монеты у копателей, и они какие-то там древнейшие. Угу. Я особо в этих монетах не разбираюсь. Но я погуглила, посмотрела, он сказал, что эти монеты называются Анна с цепью. Так. Вот. Действительно, очень редкие монеты, и их очень мало, если не только в частных коллекциях. В общем, он мне предложил купить у него одну из монет, чтобы я смогла заработать денег. Он свяжет меня с нужным человеком, который ее очистит, и на аукционе ее можно будет дорого продать. И почему же он тебе предложил эту монету? Ну вот, за мои сто тысяч, которые я закопила. Угу. А продать ее можно за сколько? Он сказал, что около миллиона там можно. Да. Как раз та сумма, которая мне нужна. Что было дальше? У него зазвонил телефон. Он поднял трубку и начал с кем-то так громко торговаться. Нет, не отдам за 800, только за 900. Ты что, это очень дорогая монета, мы же с тобой уже договорились, так я жду деньги или как. И потом мне показалось приложение банка, что вот ему деньги перевели, что вот у него только что купили монету. Угу. Угу. Смотри, как красиво все обставил. Ну да. Скажи мне, пожалуйста, у тебя монета эта сохранилась? Да, конечно. Сейчас покажу. Вот она. Да, выглядит она, конечно, старинной, но по весу. Угу. Я уже была у антиквара. Это латунная монета с серебряным покрытием. Они в сувенирных лавках две тысячи стоят. Угу. То есть он тебе монету, которая стоит две тысячи в сувенирной лавке, продал застольник. Обставил все красивое. СМС-ку тебе показал, что ему 900 тысяч пришли. С женой прикрывался. То, что он там на протез собирает. Дом у тебя оказался в доверии, втерся. Вот так вот. Да. Очень некрасивая история. Ты бабушке рассказывала? Нет. Да как я могу? Я... Не рассказывай. Пусть не нервничает, а я постараюсь тебе помочь. У тебя телефон этого Виктора сохранился? Да. Так, сейчас, секунду. Сейчас, вот. Продиктуешь мне? Да, конечно. Секунду. Давай. Восемь девятьсот одиннадцать. Триста девять. Двадцать четыре. Сейчас отправлю специалисту. Поможет мне пробить, что за номер. Я так понимаю, телефон уже не алё, по нему трудно звониться не можешь, да? Не работает, да. Ладно, всё. Не плачь, не реви. Главное, не говори бабушке. Я постараюсь тебе помочь. Провожайся. Спасибо большое. Пока не за что, дорогая моя. Буду ждать гостей. Так, ну начать надо с того, что мы позвоним Феликсу. Возможно, у него есть уже информация о телефонном номере. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здорово, Феликс. Скажи мне, пожалуйста, я тебе номерочек отправлял. Удалось что-то выяснить? Да, сим-карта зарегистрирована на Елену Владимировну. Ей 30 лет, прописано в Москве по адресу Чучулина дома. То есть симка не серая? Нет, вот прям на настоящего человека зарегистрирована. Правда, в данный момент сим-карта неактивна. Угу, понятно. Но есть еще одна интересная вещь. Смотри, на эту Елену Владимировну зарегистрировано еще пять номеров. Один с 2010 года. А вот остальные были куплены три недели назад у разных операторов связи. Слушай, у меня к тебе большая просьба. Ты вот эти номера, которые зарегистрированы за последние три недели, прогони по базе. Может быть, они где-то засветились. Да, хорошо, я тебя понял. Единственное время понадобится. Все, спасибо. На связи. Елена Владимировна... Поехали. Но случилась беда. Бабушка получила травму. Ей нужна реабилитация, чтобы полностью пойти в норму. Полгода около миллиона стоит. Угу. На одном из мастер-классов я познакомилась с Витей. Он ко мне приходит и говорит, что у меня есть отличный вариант тебе заработать. И почему же он тебе предложил эту монету? Ну, вот за мои сто тысяч, которые я закопила. Они в сувенирных лавках две тысячи стоят. Я тебе номерочек отправлял. Удалось что-то выяснить? Сим-карта зарегистрирована на Елену Владимировну. На эту Елену Владимировну зарегистрированы еще пять номеров. Вряд ли, конечно, эта Елена Владимировна... В курсе, что на нее оформлено несколько сим-карт у разных операторов. Скорее всего, мошенники отработали ее в темную. Хотя, чем черт не шутит, мошенники тоже люди, могли проколоться. И эта Елена Владимировна имеет какое-то отношение к этим негодяям. В любом случае, разберемся на месте. Сейчас едем к ней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, посмотрим на эту Елену? Больших камер не надо. Я возьму барсик. Ваш подстрахуй меня с телефоном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, будем надеяться, что она дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто там? Здравствуйте, Елена Владимировна... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, я могу с вами поговорить? Меня Влад Чижов зовут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я вас узнала. Вы с телевидения, Влад Чижов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Точно, точно. Ну, раз вы меня узнали, я не один. Я с оператором. Может быть, мы зайдем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, хорошо. Проходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где мы можем поговорить? Мы можем здесь. Присаживайтесь. А что случилось? Соседи что-то натворили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да не совсем. Я скорее по вашу душу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Вопрос у меня такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот список номеров. Вам знакомы эти номера? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это мой номер. Я уже им 10 лет пользуюсь, а остальные я не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я вас тогда расстрою, Елена Владимировна. Этими номерами пользуются мошенники. И все они оформлены на ваш паспорт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой ужас. Какая-то ошибка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, все номера оформлены на ваш паспорт только в разных операторах связи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я всегда аккуратна со своими паспортными данными. Я не раскидываюсь этим просто так. Я стараюсь быть осторожным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но факт остается фактом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин. Влад, я сейчас понимаю. Вот я глупая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три недели назад я выставляла свою шубу на сайте бесплатных объявлений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мне сразу написал какой-то мужчина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он написал, и он хотел подарить шубу своей жене. Вот. Но полной стоимости у него не было. А моя шуба стоила 50 тысяч. Он предложил мне оставить залог 10 тысяч, чтобы я до конца недели не продавала свою шубу. Угу. Но я согласилась. Он тут же написал, что он боится всяких мошенников и просит мой паспорт. Вот. Денег я потом не получила. И он потом пропал. Его аккаунт был заплакирован. И я подумала, ну, ладно. И забылась как-то. Подумаю, не состоялось, так и не состоялось. И я сейчас понимаю то, что ему нужен был только мой паспорт. Господи, Влад, я сегодня же схожу и закрою все эти номера вместе со своим паспортом. Елена Владимировна, а вот этого делать как раз не надо. Вы заблокируете все номера, но только по моему сигналу. Вначале мы его поймаем, а потом я сообщу вам, и вы заблокируете. Хорошо? Да, хорошо. Договорились. Спасибо вам большое. Ладно. Поосторожней со своими паспортными данными. Хорошо. До свидания. Теперь буду знать. До свидания. Ну вот так. Излюбленная уловка мошенников. Пришлите мне свой паспорт, а то я буду думать, что вы мошенник. Поехали. Поехали. Алло. Феликс, чем порадуешь? Влад, смотри, какая история из тех номеров, оформленных на Елену три недели назад. Активен только один. Вкинул тебе в общую папку. Спасибо, Феликс. Будем работать. На связи. Да, непростой этот Виктор. Зная, с какой легкостью он у граждан выманивает копии паспортов, Елена, скорее всего, не единственная, на кого он оформил сим-карты. Так что надо еще крепко подумать, какой подход найти к этому негодяю. Тем более симка, активная, осталась всего одна. И ошибаться нельзя. На одном из мастер-классов я познакомилась с Витей. И почему же он тебе предложил эту монету? За монету 100 тысяч, которые я закопила. Они в сувенирных лавках 2 тысячи стоят. У тебя телефон этого Виктора сохранился? Да. Сейчас, не секунду. Все номера оформлены на ваш паспорт только в разных операторах связи. Три недели назад я выставляла свою шубу на сайте бесплатных объявлений. Он тут же написал, что он боится всяких мошенников и просит мой паспорт. Симка, активная, осталась всего одна. И ошибаться нельзя. Телефон, это была единственная ниточка, по которой мы могли найти путь к мошеннику. И я попросил Феликса, чтобы он этот номер прогнал через поисковик. Феликс отлично поработал. Телефон он нашел на одном из сайтов бесплатных объявлений. Владелец объявления предлагал взаимное партнерство. Я попросил Мишу, чтобы он позвонил по этому объявлению. Ну, под видом того, что надо выяснить обстоятельства, надо выяснить условия этого партнерства. Возможно, есть смысл проинвестировать. Миша сделал звонок, договорился о встрече. И давайте посмотрим, как эта встреча прошла. Понимаешь, Миша, у меня сейчас дома беда. У меня сильно жена заболела. Вот, и все деньги уходят на ее лечение. Вот, а предложение это, оно отличное. Земля под ферму за всего 2 миллиона – это очень маленькие деньги. Понимаешь? Так, еще у меня все готово уже. У меня есть сметы. У меня подрядчики на низком старте сидят. Сейчас, ну дай клич, они уже начнут работать. Понимаешь? Согласен, Синаферна, перспективная история. Так, а я тебе про что? Слушай, у меня знакомый есть. Он недавно хату продал. Хочет куда-нибудь вложить бабки. Ну вот, он тут как бы недалеко живет. Я предлагаю тебе сейчас к нему съездить и пообщаться. Все-таки на троих будет попроще. Подожди, а что за человек? Ну, знакомый мой хороший, там, отличный мужик. Тем более, сейчас при бабках, а нам это на руку. Так, а ты предлагаешь сейчас к нему домой поехать? Ну да, что тут рядом? Мы сейчас садились и быстренько. Нет, 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 нет. Ну, я серьезный человек. Я по домам не хожу. Поначалу были, конечно, сомнения, что это тот самый человек. Пришлось сделать скриншот с этого видео и отправить Людмиле. Людмила безошибочно опознала. Это тот самый человек, который кинул ее на сто тысяч. Не буду скрывать, что мы заготовили специальное местечко, где хотели нахлобучить этого негодяя. Но тот, видимо, что-то почувствовал, и Мише не удалось его заманить в ловушку. Ну так это ж не страшно. Зато теперь мы за ним установили наблюдение и теперь знаем, где он живет. И сейчас этот негодяй находится дома, поэтому самое время его там навестить. Так что поехали. Миха, Миха, выйди на связь. На связь, Влад. Ну что, как там наш клиент? Он дома один. Все, принял. А что, у нас тоже клиентский сервис. Пусть скажет спасибо, что мы не в семь утра заявились. Пойдем-ка взбодрим его. Так вот, его квартира. В глазок не попадитесь. Как только я буду заходить, присоединяйтесь. Здравствуйте, я новый директор управляющей компании. У нас там кое-какие жалобы были. Вот я лично решил проверить. Может быть, у вас какие-то замечания к работе есть. Свои какие-то жалобы. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы что, сами не заметили? Грязюка тут вообще. Света нету. Ни уборщиков, ни электриков я еще не видел. То есть ни уборщиков не видел, ни электриков? Да. Они здесь есть. Давай-давай. Что происходит? Пай! Ты что творишь? Вы кто вообще такие? Я приехал с тобой поговорить по поводу Людмилы, которую ты обманул на сто тысяч. Какой Людмилы? Это девушка, которой ты продал монету за сто штук. Копеечную. Она деньги собирала на то, чтобы оплатить реабилитацию для своей бабушки. Я ни о какой Людмиле ничего не знаю. Быстро сел. Еще раз ты скажешь, я не знаю, вы ошиблись. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я буду пробивать тебе по печени. Ты понял? Я понял. Ну вот и молодец. Я сейчас буду рассказывать, а ты меня поправишь. Под каждую свою жертву ты придумываешь слезливую легенду. Вот для Людмилы ты придумал то, что у тебя жена больная. Ты на протез деньги собираешь. Но я вот зашел к тебе в квартиру, что-то женой здесь не пахнет. Обманул, да? Обманул. Чем промышляешь-то, а, Виктор? Работаешь. Работаешь. Ну, давай посмотрим на твою работу. О, ребят, идите, гляньте сюда. На дисплее у нас копия паспорта. Это что у нас такое? О, монетки. Монетки. Одной такой ты уже человека обманул. Еще копии паспортов. Отличная у тебя работа, Виктор. Да? Я уже просек, чем ты занимаешься. На сайтах бесплатных объявлений ты у людей выманиваешь паспорта, да? И по этим паспортам оформляешь симки. Проворачиваешь схемки, а может быть продаешь их как серая, да? Да. С монетами кого-то обманывал еще? Да. Значит так, бизнесмен Виктор. Сейчас мы с тобой работу начнем с инвестиций. Твой телефон? Мой. Для начала вернешь деньги Людмиле. Сто тысяч. Бегом. Телефончик помнишь? Нет, конечно. Я удалил уже. Мы тебе поможем. У меня он есть. Давай пока заходи в банковское приложение. Вот телефон Людмилы. Сто тысяч вводи. И смсочку прибавь. Извините, пожалуйста, я исправлюсь. Пиши, пиши. Все. Может вы уже уйдете? Конечно мы уйдем. Только вместе с тобой. Понял меня? В смысле? Ты же моему коллеге предложил фермерское хозяйство открыть. Пойдем. Будем поднимать фермерское хозяйство. Где у тебя одежда? Давай, шуруй. Сейчас будем деньги всем возвращать. Дай генерацию, пожалуйста. Одевайся. Миша, поднимись, пожалуйста, наверх. Фермера сейчас будем забирать. Так, ну для начала маршрут надо наметить. Алло. Андрей Иванович. Здорово. О, привет, Влад. Давно не звонил. Как дела? Да нормально в целом дела. Слушай, я к тебе по делу. Надо тут одного человечка на работу к тебе пристроить. Какой-нибудь гад конченый? Ну поступки скорее гадские совершает. А так-то по возрасту молодой и на мой взгляд еще не конченый. Так что человеку в общем-то трудотерапия не будет. Да это вообще вопрос. Вот к этому его и пристрой. Будет самое то. С большим удовольствием. Отлично. В течение двух-трех часов буду. Пробки. Хорошо. Жду тебя. Давай не прощаюсь. Ага. А вот теперь поехали. Да, Людмила, говорит она громкой связи. Влад, здравствуйте. Я деньги получила. Спасибо вам огромное за все, что вы сделали для нас, бабушка. Людмила, деньги не главное. Там ребята должны были тебе передать контакт одной благотворительной организации. Обратись туда. Я думаю, что они тебе не откажут и войдут в положение. Да, уже передали и даже помогли заявление составить и отправить. Отлично. Я думаю, что они тебе помогут. Влад, спасибо вам еще раз большое и удачи во всех начинаниях. Бабушке передавай пожелания скорейшего выздоровления. Да, да, конечно, передам. Все, счастливо. Всего доброго. Да, действительно так бывает. В жизни складываются обстоятельства, когда срочно нужны деньги. И очень часто в этот момент вы теряете бдительность. А мошенники научились такими моментами пользоваться. Ведь мошеннику что главное? Создать у вас иллюзию, чтобы вызвать доверие. А для этого они готовы придумывать любые сказки. Так вот, мой вам совет. В эти сказки верить не нужно. А лучше читайте русские народные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, иди, не стесняйся. Ты ж фермерское хозяйство хотел открыть. Вот, посмотришь, как люди на земле работают. Может, потихоньку и сам что-то руками научишься делать. Иди, иди, не бойся. Сворачивай. Андрей Иванович, здорово. Здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привез работничка. А ты как хотел. На щопленке какой-то, а? Короче, в 6 подъем, в 9 отбой. Питание с общей стола. Вопросы есть? Работай. Давай. Заходи, работай. Вот тачка. Вот на рост. Давай, давай. Вон вилы. Работай. Давай, не бойся, не бойся. Такие как ты. Знаешь, сколько у меня было? Чи-чи-чи, дружище, дружище, дружок мой хороший. Привет. Звук, ну я же признался вон уже, все рассказал. Ну и отлично, молодец. Только денег у тебя рассчитаться не хватило. Здесь мошенников нет. Честно заработаешь, тебе заплатят. Давай, меси навоз. Тихо, тихо, тихо. Работай, не бойся. Глубже, глубже копай вилами. Глубже. Ну все, Андрей Иванович, я вижу, процесс пошел. Займись его воспитанием, может, человеком станет. Счастливо. Счастливо. Давай, работай. Добро в наше время – это уже исчезающая энергия. И есть хорошая армянская пословица – делай добро и бросай его в воду. По-русски это звучит так – делай добро и забывай. Но мошенники научились покупать ваше добро. И не просто покупать, а еще и перепродавать. Сегодня я вам хочу показать одну историю, которую прислала моя подписчица Алена. Давайте посмотрим. Здравствуйте, Влад. Меня зовут Алена. На днях со мной приключилась вот какая неприятная история. Я была в торговом центре. Ко мне подошла приятная девушка и попросила вызвать ей такси. Она показала свой разрядившийся мобильник и сказала, что он разрядился, когда она разговаривала с мамой. Мол, та только что упала, подскользнулась и сломала ногу. И попросила дочь поскорее к ней приехать. Я присмотрелась к девушке. Она выглядела расстроенной. Ну, я сразу согласилась вызвать ей такси. И уже хотела вбивать данные в агрегатор, как она меня остановила. Она попросила вызвать меня местное такси из Балашихи. И назвала мне номер. Мол, и фирма знакомая, и водители там адекватные. Ну, я спорить не стала. И вызвала ей такси. Мне позвонил через три минуты водитель. И сказал, что уже ожидает у входа. Я сказала девушке номер, марку машины. А сама пошла по своим делам. И как я удивилась, когда через час этот самый водитель мне звонит и начинает наезжать. Что пассажирка с ним не рассчиталась. И так как вызывала такси я со своего номера, я и должна оплатить поездку. Две тысячи рублей. Я была просто в шоке. Я хотела уже послать подальше этого водителя. Но он начал мне говорить, что если я не оплачу поездку, не скину деньги ему на карту, он позвонит диспетчеру. И они, согласно инструкции, пойдут уже в полицию. Я... я испугалась. И согласилась скинуть две тысячи на номер карты, который он мне продиктовал. Вечером я рассказала все своему парню. И он решил проверить эту фирму такси по номеру. И выяснилось, что это вовсе не такси. И такой фирмы вообще не существует. И меня тупо развели. Прошу, пожалуйста, расскажите всем об этом мошенничестве. Чтобы такие доверчивые, как я, не попадали в аналогичные ситуации. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Алену за то, что она прислала свою историю. Эту историю увидят все зрители и будут понимать, какие случаи бывают в жизни. Что теперь? Не помогать людям, которые попали в беду, не делать добро? Да помогать, конечно, и продолжать делать добро. Просто делать это нужно осмотрительно. Обратите внимание, когда Алена предложила девушке заказать такси из агрегатора, та отказалась. Это повод для того, чтобы вы насторожились. Ведь у вашего доброго поступка появились какие-то условия. Если уж вы доверились своему собеседнику и просителю, а после вам стали звонить шантажисты, ни в коем случае не идите у них на поводу. Просто заблокируйте этот номер телефона и прекратите общение. Я вам открою маленькую тайну. В планы мошенников не входят долгие переговоры. Они работают быстро, только с впечатлительными особами. Вот как-то так.